всем привет добро пожаловать на мой канал я очень рада что вы открыли это видео что вы зашли ко мне в гости сегодня говорим с вами о такой замечательной ноте парфюмерной ноте как гвоздика я знаю гвоздику как цветок и как специю соответственно у меня будут ароматы и такого и направления у себя в инстаграме я получила запрос на это видео мне стало самой интересно покопаться в своих ароматах и разобраться в каких же из них содержится нота гвоздики должна сказать что некоторые из них я знала что там есть нота гвоздики она улавливается во всяком случае специи очень хорошо можно уловить в некоторых ароматах гвоздику как специи но некоторые ароматы мне откровенно удивили я была удивлена когда узнала что их композиция также включает ноту гвоздики в общем то давайте начнем и начну еще раз хочу сказать что гвоздика это вообще такая противоречивая нота очень она активна и очень агрессивна наверное она яркая особенно опять-таки специя довольно таки яркая нота не каждый ее вывозит не все ее любят у многих она ассоциируется с красной москвой у меня есть этот парфюм и как раз таки в красной москве гвоздика содержится в качестве цветка но мы начнем со специй и начнем самых наверное очевидных ароматах с ароматов в которых прямо отчетливо слышно гвоздика ну например моя любимая кокошечка здесь прямо очень очень активная гвоздика аромат не для всех вы уже сто раз его видели его постоянно показывает а моя парфюмерная обожаю этот парфюм он очень гвоздичный он вообще в целом очень специевый очень пряный теплый такой безумно шлейфовый вот только любителям специй и активной гвоздики гвоздика здесь очень ярко слышно гвоздика специи следующий аромат тоже очень активная здесь гвоздика это слоник от кинзо для меня конечно в первую очередь здесь кардамон но гвоздика здесь также слышно она очень такая сухая и острая если вы не любите гвоздику то как бы нет если вы вообще не любите специи то вообще я знаю что очень многие хотят познакомиться со слоном я читаю это регулярно у себя в комментариях я очень хвалю этот парфюм но друзья это очень сложный аромат я уже рассказывала в подборке о ароматах которые вызвали во мне эмоцию фу туда относятся и слоник от кинзо когда я впервые его вдохнула это было фу-фу-фу это был альфакторный шок ужас все через десять лет через десять лет только я поменяла свое мнение поэтому аромат очень сложный и это тот парфюм с которым не случается любовь с первого взгляда с первого нюха наверное но во всяком случае у меня так произошло аромат довольно специфический следующий парфюм в котором очень активно тоже слышно гвоздика это тубаку хотя само название говорит о том что аромат табачный да действительно он табачный ванильный но это такая знаете гвоздика утонувшая в ванильно табачном каком-то меду что ли каком-то сладком таком растворе здесь очень хороший табак он добротный такой не агрессивный не вонючен очень приятный здесь сухая ваниль и обязательно гвоздика но для меня на первый план все-таки выходит красивая сухая ваниль и табак но я знаю что многие люди говорят о том что они больше всего в этом аромате слышат гвоздику поэтому надо учитывать но она здесь действительно есть ее здесь тоже слышу но она в глубине как бы все-таки на первом плане здесь ваниль и табак следующий аромат с гвоздикой как со специей это араби от серж лютена араби это вообще смесь просто и специи и в первую очередь сухофруктов для меня ну да вы знаете вот он пахнет курагой и здесь сочетание несочетаемого как-то так то есть сладкие сухофрукты и острые специи понимаете то есть но представляете курагу с гвоздикой да это это просто лавка как многие говорят я не буду здесь оригинально это просто лавка с сухофруктами и специями разного плана все это вот так вот намешано это араби активная здесь гвоздика ее здесь можно расслышать следующий аромат с этой нотой это вот такие черные губы от дали замечательный аромат его очень тоже люблю сейчас попытаюсь аккуратно открыть ну да да можно здесь уловить гвоздику аромат очень тонный тягучий тоже специй вы такой красивый для меня это роскошь просто роскошный аромат это аромат в оперу за бюджетные деньги достойнейший парфюм и его брат недавно купила это классический сальвадор дали в туалетной воде у меня вот такая ручка хочу себе полноценный флакон то что аромат просто прекрасный старая школа это все как мы любим ну кто любит старую классику да здесь и специи здесь и какая-то тягучесть и густота насыщенность вот просто идеально собранная композиция понимаете пирамида богатейшая и ну ничего не выбивается как-то все комплексно ну очень хорошо очень хорошо прям браво брависсимо как говорит похитюши классный гвоздика есть ну и аромат который меня удивил когда я узнала что там есть гвоздика как специя это зеленый чай здесь я вообще не слышу гвоздику но возможно небольшая горечь но я всегда думала что эту горечь дает то ли шкурка бергамота то ли вот что-то лимонное такое вот такая горечь приятная ну что это гвоздика не знаю вот недавно только узнала что здесь оказывается есть гвоздика как специя но я не думаю что кто-то здесь прям так явно слышу так все закончили со специей начинаем с с цветком ну как я уже упомянула это конечно красная москва да здесь цветок гвоздики возможно даже какой-то засушенный такой гвоздики уже подуставший знаете но красивый аромат тоже я постоянно это говорю красная москва которой больше десяти лет в концентрация диколона замечательная прям класс следующий парфюм с гвоздикой как с цветком это опиум да вот есть тут перекличка честно говоря с красная москва что-то общее есть возможно это даже гвоздика аромат просто так классик это бомба это не для всех это только ценителям это очень густо это очень пряно очень специево очень насыщенно громко и и странно ну вот так кстати когда я впервые вдохнула вот этот аромат но не этот а винтаж я знакома с винтажом к счастью у своей знакомой я пришла просто в какой-то тоже ступор понимаете он настолько странный он по странности сравним со слоном то есть аромат ну прям катастрофически странный как бы на очень большого любителя аромат который не подтянет каждый но я его люблю и цветок гвоздики слышен здесь прям хорошо следующий аромат это быть может от а нет это фирма называется быть может польская парфюмерия думаю многие знают это у моей мамы тоже были вот это бюджетные ароматы которые у многих советских женщин стояли на полочках это токио от бренда значит быть может это шиприще прямо ух здесь дубовый мох перебивает наверное все аромат очень агрессивный жесткий но но красивый потому что старая школа я такой люблю но честно скажу я таким люди его еще ни разу не носила быть может токио гвоздика как цветок присутствует палома пикассо друзья у меня в пробирочке цветочек гвоздичка здесь заявлен но опять таки здесь тоже знаете здесь настолько вот дубовый мох и животинка животные ноты забирают на себя все перетягивают одеяло для меня все таки в первую очередь палома пикассо это животные ноты но гвоздика заявлена как цветок и аромат который меня просто удивил оказывается здесь есть гвоздика это линстант мажик от герлен ну в упор я здесь не слышу гвоздики но это это чудная миндальная воздушная такое сладкое облачко я уже говорила я знакома с линстант мажик в старом формате такой флакон с градиентом еще когда-то мне высылала кристина его вот ливанте он мне сначала не понравился но в базе раскрылся красиво но очень насыщенный он очень миндальный такой плотный очень плотный густой аромат вот это разбавленный к сожалению новодел это разбавленный линстант мажик он по-прежнему красив я его люблю но в нем нет глубины в нем нет плотности аромат на каждый день для меня вот так он очень такой ну может надо еще ему под стоять вы знаете вот сейчас он аромат у меня уже где-то полгода стоит и ну я его ношу как видите да и сейчас я слышу чуть чуть более насыщенный вот аромат вот так вот с крышки возможно да возможно ему на настаиваться тогда он будет чуть более плотнее но все равно я его воспринимаю как легкое миндальное такое облачко приятное никого не раздражающим если старый линстант это плотное такое что-то знаете то это облачко просто так легко туда ныряешь и как бы не раздражает все друзья но здесь как бы заявлено гвоздика как цветок я ее здесь просто но в упор не слышу все я думаю что будет интересно почитать и мне и зрителям если вы оставите в комментариях или ваш любимый аромат с нотой гвоздики в любом ее виде или же напишите просто парфюм который вы знаете где вот есть прям активная гвоздика пожалуйста напишите такие ароматы внизу в комментариях мы будем вам очень благодарны за это а я говорю вам спасибо что провели со мной несколько минут и до новых встреч пока